Официальные партнеры программы «Новости дня». Компания «Оптика ССЭК». Сеть ювелирных магазинов «Серебряная мода». Магазин постоянных распродаж. Торговая группа «Абсолют». В прямом эфире ТВКОМа «Новости дня» в студии Юлия Пермякова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко расскажу о главных событиях, которые произошли в республике и ее столице. С помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники выявили спрятанный товар в системе вентиляции автобуса. Житель Монголии пытался провести в Россию крупную партию контрафакта. Архитектурная подсветка изменила облик города. Сразу изменила. Центр Улан-Удэ засиял по-новому. Здесь завершили установку архитектурной подсветки. Теперь ее будут включать каждый день. А если я вижу вас в месту, то я просяк превращу. Понятно? Баба-яга против Кащея Бессмертного на сцене ДК Вакжанова. В Улан-Удэ состоялась благотворительная елка. Сигареты спрятаны в кондиционере. Таким образом, мужчина пытался незаконно провести крупную партию табачных изделий. Об этом и других происшествиях мы расскажем в нашей постоянной рубрике «Горячая линия ТВКОМ». Больше тысячи пачек сигарет пытался скрыть от таможенного контроля водитель автобуса из Монголии при въезде в Россию. Незаконный товар обнаружили на границе в Кяхте. При въезде в пункт пропуска водитель подал документы на транспортное средство и заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако при таможенном досмотре с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники выявили спрятанный товар в системе вентиляции автобуса. Нарушитель признался, что ввозил сигареты с коммерческой целью, чтобы продать их в России. Поэтому он и пытался скрыть их от таможенного контроля. Таможенники сигареты изъяли. На жителя Монголии возбуждено административное дело. В Москве у уроженки Бурятии произошел конфликт с местной жительницей. Девушка в своем же подъезде услышала от соседки фразу «Россия для русских». «Россия для русских. Это всегда просто есть. Все азиаты должны жить в Азии. А я в Азии родилась. И такие, как вы, нас оттуда выгнали. Вот теперь всем на место. А я родилась там. Понятно? Я родилась и выросла там. Так я родилась в России, у меня паспорт российский. Вот за втроем уже свой. Такие, как вот азиаты, нас оттуда выгоняют». Автор видео также рассказала, что за год жизни в столице многонациональной России сталкиваются с подобным не в первый раз. В Трабогатайском районе загорелся «Хайлендер». Прибывшие пожарные потушили пламя за пять минут. Тем не менее, моторный отсек выгорел полностью. Предварительная причина – короткое замыкание. Накануне жители центра Улан-Удэ остались без света. Причина всему – замыкание на ЛЭП. Коммунальщики обещали подать электричество в течение двух часов. Однако справились за час. Ледовый городок на площади Советов уже вовсю осваивает детвора. Однако проектировщики просчитались с горкой. В конце нее трамплин, с которым дети взмывают воздух. В Комитете городского хозяйства пообещали исправить недочет. Либо будут убирать стенку, либо присыпать песочком, чтобы успели притормаживать. А это горки уже для взрослых. Все происходит на улице Трубачеева. Из-за наледи водители не могут оттормозиться. Чтобы остановиться, приходится использовать бордюр. Руслан Хороших, Новости дня. За год жители Бурятии перевели мошенникам более 600 миллионов рублей. Улан-Удэнцы отдали 415. А самыми доверчивыми оказались жители Октябрьского района. Они перевели аж 194 миллиона. В полиции говорят, там каждый день регистрируют 10-15 фактов мошенничества. Уважаемые граждане, не существует никаких безопасных счетов. Защищенные счета, безопасные счета. Буквально за вчерашние сутки позвонили, представились с центра банка. Но в воскресенье никакие службы не работают. Но верят наши граждане. Берут онлайн кредиты 600 тысяч, свои деньги. И миллион двести перевел на защищенный счет. Якобы защищенный счет. Соответственно, вот это основной способ, который разводит наших граждан. Схемы, которыми пользуются мошенники, стали более изощренными. Раскрыть их очень тяжело, потому что буквально за минуты денег на счетах уже нет. Они уходят за границу, в офшорные зоны, и их практически невозможно вернуть. Жители республики призывают быть внимательнее в праздничные дни. По словам спасателей, в это время увеличится количество пожаров. И несмотря на то, что пока их количество по сравнению с прошлым годом снизилось, случаи возгорания могут участиться с приходом холодов. Большая часть людей гибнет в алкогольном состоянии и во сне. В последнее время увеличились случаи возникновения пожаров в автомобилях. Очень многие граждане, к сожалению, по-прежнему для отогрева замерзшего автомобиля, для того, чтобы завести его, особенно после морозной ночи, используют открытый огонь, паяльные лампы или аналогичные приспособления. Это, конечно же, категорически делать нельзя. И, к сожалению, это закономерно приводит к возникновению пожара. Имеются случаи, когда к возникновению пожара приводит неправильное утепление моторного отсека. Автоадеяло нужно использовать только сертифицированные. С начала года из-за неправильного применения средств подогрева сгорело 83 автомобиля. Три владельца получили термические ожоги. В Улан-Удэе 27 декабря на нескольких улицах отключат отопление и горячую воду. Все дело в проведении ремонтных работ на тепловых сетях. Горячей воды и тепла в квартирах не будет с 10 утра до 14.00. Отключение коснется следующих улиц и домов. Гагарина с 73 до 87 дома, коллективная с 11 до 13 дома, по улице Революции 1905 года с 98 до 104 дома и два первых дома по улице Синчихина. В Улан-Удэе оштрафовали подрядчиков, которые занимались реконструкцией тепломагистрали номер 3. Они обязаны выплатить почти миллион рублей. Было составлено 37 протоколов в административном правонарушении в адрес трех подрядных организаций, которые осуществляли строительство третьей теплотрассе Микрович-Шковка. Основными нарушениями при строительстве были отсутствие ограждения в теплотрассах, а также складирование грунта и различных материалов строительных. Также очень много было порой ухабельных линий. Административными комиссиями было наложено штрафов на сумму 840 тысяч рублей. Тепломагистраль реконструировалась все лето. Все это время жители железнодорожного и советского районов города оставались без горячего водоснабжения. К другим темам. В городе наконец завершены работы, которые велись еще с лета. Накануне мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков оценил, как преобразились центральные улицы города. Вот так теперь выглядит центр города. Недавно здесь на зданиях установили архитектурную подсветку. Работа над проектом началась еще летом. Мэр Улан-Удэ оценил, как преобразилась вечерняя столица. Посмотрев на такую красоту, просто принимаю решение, если мы раньше праздничную иллюминацию включали только по праздникам, субботам и воскресеньям, то архитектурную подсветку вот здесь, в центре города, будем включать каждый день. Засветились по-новому улицы Ленина, Ербанова, Сухобатора, Коммунистическая. Также дополнительно подсветили часовню возле гостиных рядов. Вот мы, Игорь Шутенкович, начали в июле, вот сегодня закончили от первых рисунков до окончательного завершения работы. У нас в рамках турхода подсветили мы 52 здания. А это почти 2500 светильников и 800 прожекторов на фасадах в центре Улан-Удэ. Из 52 зданий 30 объекты культурного наследия. Это усложнило монтаж, поэтому доверить работу могли только городскому учреждению. При монтаже очень надо было аккуратно все это делать. Спасибо комитету по охране памятников. То есть здесь мы очень плотно с нами поработали. Световые элементы подбирались, исходя из особенностей каждого здания. Цвет, тон и даже угол рассеивания в этом деле играют важную роль. Архитектурная подсветка подчеркивает культурную и историческую ценность города, создает атмосферу, привлекающую туристов, а также комфортные условия для прогулок по городу. Получилось нежно, красиво. Я даже скажу так, объемно и ярко. Вот архитектурная подсветка изменила облик города. Сразу изменила. И больше скажу, не просто это приятно и красиво, а в том числе и безопасно. Когда светло на наших улицах становится безопасно. Многие горожане отмечают, что глядя на проделанную работу, складывается ощущение, что центральные улицы выглядели так всегда. Однако при детальном рассмотрении изменения сразу бросаются в глаза. Город очень стал красивый, сияющий, очень много подсветки. И... ну вообще все супер. Очень красиво. Нам очень нравится. Сразу заметила. И как вам? Ну лучше стало. Все равно посветлее как-то. Некомфортнее, да? Да. Уютнее. Работы велись в рамках проекта «Туристический код» центральной части Улан-Удэ. В прошлом году столица вошла в число победителей конкурса «Ростуризма». Всего на архитектурную подсветку центра направили 46 миллионов рублей. Базар Юшеев, Евгений Павлов. Новости дня. В Москве подвели итоги четвертого сезона программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Он собрал команды из 70 субъектов России за победителей региональных этапов. Лучшие проекты презентовали на ВДНХ. Четвертый сезон программы молодежного предпринимательства «Я в деле» прошел на площадке Дома молодежи и стал частью образовательной программы выставки «Форума Россия». Проекты молодых предпринимателей оценили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, руководитель программы «Я в деле» Виктория Смирнова, генеральный директор благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Евгений Исак и другие федеральные эксперты. В этом году, в этом сезоне, 4000 проектов наша команда подготовили. Это очень интересные разные истории, которые сегодня лучшие из каждого региона приехали в Москву. Я сейчас прошелся, посмотрел, несколько из... прямо не особенно запомнились. Победителем четвертого сезона «Я в деле» стала команда из Архангельской области. Студенты Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова разработали генератор, который аккумулирует электроэнергию от костра. Изобретение пригодится туристам, которые отправились в долгий поход. Приводим энергию от костра в электричество. Пятый сезон программы «Я в деле» стартует уже в январе. Отмечу, что цель программы – научить школьников и студентов основам финансовой грамотности, работе в команде и созданию собственных проектов. За четыре сезона программа охватила 188 тысяч участников. Программа «Я в деле» инициирована партией «Новые люди» и проводится при поддержке Миноборнауки, Благотворительного фонда образовательных программ капитана Кабардино-Балкарского государственного университета имени Бербекова и Кузбасского государственного технического университета имени Горбачева с января 2022 года. Андрей Слепнев, новости дня. Стойкость, верность, отвага. Выставка с таким названием, посвященная событиям СВО, открылась в Музее истории Бурятии. На ней можно ознакомиться с редкими документами, письмами, фотографиями и не только. Наш корреспондент расскажет подробности. В данной витрине показаны личные вещи трех солдат. К сожалению, двое из них погибли. Это, например, показан китель с наградами человека, который все знали на СВО Ваха, посадной Ваха. И таких экземпляров здесь хоть отбавляй. На выставке можно ознакомиться с историей СВО, о причинах и предпосылках начала специальной военной операции, о ее основных этапах и подвигах участников. Конечно, можно увидеть не только сами документы, но можно увидеть личные вещи самих солдат, которые воевали, воюют, как награды, кителя, так и многие другие. Также бесценные предметы поставлены на выставке. Это иконы, защитники людей на войне. Всем нужен Бог, всем нужна духовная защита. Здесь показаны как покровители российской армии. При создании экспозиции особое внимание уделялось вкладу жителей Бурятии в помощь фронту и беженцам из зоны боевых действий. Выставка в хронологической последовательности рассказывает о подвигах бойцов республики, принимавших участие в Великой Отечественной войне и специальной военной операции. Мы сейчас присутствуем при исторических моментах, то есть, которые сами ребята, вот эти молодые ребята, их отцы, их деды. Тут есть уникальный случай, когда парень погиб на том же самом месте, где воевал его дед, родился в тот же самый день и прожил столько же лет. И вот получается, деду было 39, и внуку было 39. И эта история сама нас подводит к тому, что мы на верном пути. Выставка «Стойкость. Верность. Отвага» будет работать в Музее истории Бурятии на протяжении года. Посетить ее можно совершенно бесплатно. Андрей Слепнев, Бато Гармын. Новости дня. Далее небольшой перерыв. Не переключайтесь. Скоро вернемся. Баба-Яга против Кощея Бессмертного на сцене ДК Вакжанова. В Улан-Удэ состоялась благотворительная елка. Самое главное – это формирование семейных ценностей. Ведь создание условий – это еще одно, а именно духовность ребенка. На Совете женщин обсудили меры поддержки семей и реализацию нацпроекта «Демография». Новогодние скидки в серебряной моде до 20% с 27 декабря по 8 января. «Серебряная мода». С наступающим Новым годом! Магазин постоянных распродаж. Удивительный выбор новогодних подарков. Для нее и для него. Для детей и взрослых. Для друзей и коллег. Чего здесь только нет и все по приятной цене. Смоленов 81. Подарите себе нежное путешествие с Абсолютом. До 28 января приобретайте товары и выигрывайте. Разыгрываются 240 сертификатов и путешествия. Сочные фрукты в Абсолюте. Ананас всего 165 рублей за килограмм. Абсолют. Гарант низких цен. Спеши в Пиплз Парк. Новогоднее открытие банкетного зала «Стерлинг». Впечатляющий новый интерьер, вкусное банкетное меню и услуга караоке. Празднуем Новый год весело, вкусно и красиво. Мечты сбываются. Новогодние праздники на Байкале. Гостевой дом «Байкальский дворик». 61-41-21. Отопительный сезон в самом разгаре. Даже в холодное время в томах тепло, если все исправно. ТДК-14 просит вовремя платить за отопление и горячую воду. Состояние ТЭЦ, котельных и тепловых сетей зависит от каждого из нас. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Красивое и удобное белье. Цветные комплекты высокого качества. Утягивающие корсеты. Подарочные сертификаты. Скидки по системе UDS. Снятие мерок бесплатно. И подбор бюстгальтеров по размеру и фасону. Маркет «Фабричный» вход напротив церкви. Поддержка «Бюст». Новый год – самый долгожданный праздник. Огромное поступление игрушек, кукол, роботов, лего, санки, снеготаты. Для встречи праздника нарядные платья, новогодние костюмы. Скорее в «Киндер-Сити». Спасибо, что остаетесь с нами. Это новости дня и мы продолжаем прямой эфир. В Улан-Удэ изменилась схема движения по трем автобусным маршрутам. С 25 декабря автобусы ПАС под номерами 2 и 24 продлят движение от остановки микрорайон «Южный» до улицы Псковской, 139. Разворот в районе СНТ «Пищевик». Кроме того, по маршрутам номер 16 и 24 в связи с открытием нового корпуса 55-й школы и детского сада «Ёлочка» в микрорайоне «Забайкальский» заезд автобусов до образовательных учреждений, расположенных рядом, будет осуществляться в обе стороны. Конечные остановки по всем трем маршрутам не изменятся. С графиком движения автобусов МОП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия автобус03.ру, а также по телефону диспетчера 44-72-10. А жителей пригорода Улан-Удэ ждет повышение тарифов на проезд. С 1 января стоимость маршрута номер 161 Улан-Удэ Нижняя и Волга составит 60 рублей вместо нынешних 50. Проезд по маршруту Улан-Удэ Нур-Селения станет дороже на 7 рублей до 55. Соответствующее письмо руководитель компании-перевозчика направил главе сельского поселения Нижняя и Волгинская. В свою очередь, Министерство транспорта Бурятии прокомментировало ситуацию. Изменение перевозчикам тарифа на межмуниципальном маршруте номер 161 в январе 2024 года невозможно, так как в соответствии с пунктом 7 постановления правительства Бурятии от 10 марта 2017 года номер 93 изменение тарифа осуществляется не чаще одного раза в год. А на 161 маршруте последнее изменение тарифа происходило 1 февраля 2023 года. Соответствующее письмо направлено перевозчику министерства. Всем жителям, которые считают изменение тарифа необоснованным, советуют обратиться в антимонопольную службу. До конца года из бюджета Бурятии дополнительно выделили 4 миллиона рублей для полетов в Нижний Ангарск. Авиакомпания «Ангара» осуществляет продажу билетов в этом направлении не только на декабрь, но и уже на следующий год. На 24-й финансирование полетов в бюджете также предусмотрено. Кроме того, в будущем году из Улан-Удэ при софинансировании федерального бюджета полетят субсидируемые рейсы в Горно-Алтайск, Иркутск, Томск, Кызыл, а также по направлению Красноярск-Токсимо. В доме культуры Вакжанова чрезвычайное происшествие. Пропала звезда с новогодней елки. Баба-яга, Кикимара и Леши согласились помочь детишкам отыскать символ праздника. На станции «Дивизионная» состоялась уже традиционная елка для детей, чьи семьи попали в тяжелую жизненную ситуацию. А вы что дети тоже в лес ходите? Правильно, нечего там делать. А если увижу вас в лесу, то в тех поросят превращу. Понятно? 30 детей по 10 с каждого района Улан-Удэ должны помочь сказочным персонажам отыскать один из символов Нового года – звезду. Настоящий детектив, где героям уж точно не обойтись без помощи детей. Нужно найти вора и вернуть людям праздник. Иммерсивный тюст выглядит интересной и заставляет детей быть непосредственными участниками происходящего. Проводится благотворительная новогодняя елка для наших детишек и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как всегда, перед Новым годом мы всех собираем, показываем замечательный новогодний спектакль, ну и, конечно же, дарим новогодние сладкие подарки. А тем временем ребята вышли на след Кащея. Все улики указывают на то, что звезду стащил именно тот, чья смерть на кончике иглы. Однако сам злодей с обвинениями не согласен. Герои вступают в схватку. Детям и героям сказки все же удается найти заветную звезду, спасти праздник, а Дед Мороз теперь сможет спокойно разнести подарки детишкам в новогоднюю ночь. Но сперва нужно зажечь елочку. Два, три, звезда на елочке! Смотрите, звезда загорелась! Ура! Ну а кто же все-таки стащил звезду? С елки исчезла ела, то есть звездочка, а там ее лешил, унес. И все. Интересно было? Да. В конце праздника всем, кто помогал Бабе-Яге найти звезду, получили сладкие подарки. Екатерина Ильстратова, Баир Цедыпов, Бато Гармын. Новости дня. И советский район отметил наступление Нового года открытием елки. В парке Кристальный для жителей был организован праздничный концерт и развлекательная программа. Наша съемочная группа тоже участвовала. Улыбки на лицах горожан и веселое настроение. Новогоднее чудо царило на протяжении всего праздника в парке Кристальный. Многие пришли на елку с семьями, чтобы получить заряд положительных эмоций. Настроение замечательное. Все ждут Новый год, все ждут часа. Просто супер. Спасибо всем. С наступающим Новым годом. Праздники у нас всегда хорошо проходят. Каждый год мы приходим с репетишками. Всегда интересно, весело и красочно. Новогоднее настроение. Вот. Праздник добавляет. Так что... С Новым годом! Все самое лучшее! Бываю я здесь очень часто, потому что я также участвую во всех сказках. Раньше, когда была маленькая, сейчас, когда выросла, также хожу и поддерживаю тех, кто выступает. Новогоднее настроение прекрасное. Все хорошо. И вас с Новым годом. На протяжении вечера жителям Советского района показывали новогоднее шоу в поисках Деда Мороза. Красная шапочка отправилась на поиски символа новогодних праздников в качестве помощников – сказочный дракон и милый заяц. Советский район у нас поступательно движется вперед, развивается. Много сделано, много предстоит сделать. Я думаю, что 2024 год будет не менее продуктивным, удачным и счастливым. Также любой желающий мог угоститься горячим чаем, поучаствовать в зимних забавах и фотосессии. Андрей Слепнев, Евгений Павлов. Новости дня. По адресу улица Шевченко, 130, а также в лесных хозяйствах районов. Напомню, что незаконная рубка хвойных пород влечет административную ответственность. Штраф за нее составляет от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц и от 200 до 500 для юридических. В Бурятии выпустят новый учебник по истории. Он будет издан к столетию республики. Когда это случится, расскажет наш корреспондент. Необходимость создания нового учебника по истории Бурятии назрела давно, говорят в Министерстве образования республики. Основным учебником пособия являлась история Бурятии 2009 года издания. В связи с тем, что издание 2009 года устарело, в соответствии с новым требованиям возникла необходимость издания нового учебно-методического комплекса. Всего на разработку учебно-методического комплекса предусмотрено 4 миллиона 795 тысяч рублей. Тираж 3 тысячи, а состоять учебник по истории Бурятии будет из двух частей, плюс рабочая тетрадь. Над изданием трудился коллектив исторического факультета Бурятского государственного университета. Никакая духовно-нравственная составляющая, никакой патриотизм не может формироваться без изучения и без знаний истории своего края, малой родины, в данном случае истории Бурятии. Этот комплекс призван заполнить недостающую нишу в инфраструктуре образовательного процесса. Современный федеральный государственный образовательный стандарт требует формирования знаний на основе системно-деятельностного подхода. И вот учебник построен как раз по такому принципу. Учебник рассчитан на учеников старшей школы и отражает все исторические факты и современные реалии. Мария Латышева, Сергей Медведев, Новости дня. Сколько детей рождается в Улан-Удэ и как повысить уровень демографии, обсудили на Совете женщин в мэрии. О том, какие меры принимаются, расскажем в следующем материале. Здесь собрались самые активные дамы Улан-Удэ. Это члены городского совета женщин. Задача – обсудить реализацию нацпроекта «Демография». Какие меры принимаются для поддержки семей с детьми и для сохранения репродуктивного здоровья населения. В городе обновляются и строятся учреждения здравоохранения. Появляются новые детские сады, что позволяет сократить очереди. Одна из задач нацпроекта – укрепить здоровье семей. И здесь есть положительная динамика. Почти на 20 тысяч человек увеличилось количество горожан в возрасте от 3 до 79 лет, занимающихся физической культурой и спортом. Прежде всего, условия создать для женщины, для работающей женщины, имеющей детей. Бытовые условия, детские сады, школы, спортивная занятость, духовная занятость детей. То есть вопросы в этом плане. Самое главное – это формирование семейных ценностей. Ведь создание условий – это еще одно, а именно духовность ребенка, формирование таких патриотического направления, любви к своей Родине. Здесь очень-очень много аспектов. Консультативный совет женщин при мэрии Улан-Удэ создан с целью развития взаимодействия органов местного самоуправления и женской общественности города, для того, чтобы эффективно решать социально значимые вопросы. По итогам заседания составлен план работы на следующий год. Юлия Пермякова, Евгений Павлов, Новости дня. В России стартовал Всероссийский конкурс гражданских инициатив. Участвуют в нем и жители Бурятии. Волонтеры просят проголосовать за них, потому что придумали уникальный проект на Байкале. Какой именно – мы расскажем далее. Руководитель общественного движения «Сила добра-03» Аюна Дымшеева помогает бойцам давно. Волонтеры шьют одежду и экипировку, так необходимую бойцам на СВО. Недавно они подали заявку на Всероссийский конкурс гражданских инициатив. Поддержки просят от земляков. Пришли попросить поддержку наших жителей Республики Бурятии проголосовать онлайн. Если в случае победы этого проекта мы организуем такой мощный масштаб слет волонтерского движения Сибири и Дальнего Востока. Собрать волонтеров Сибири и Дальнего Востока «Сила добра-03» хочет на берегу Байкала следующим летом. Пусть встретятся ребята с разных регионов, пообщаются, подружатся, поделятся опытом, покажут нашу природу, наше достояние всемирное – это наш Байкал. Пусть покажут, что нет границ между нами, что мы все люди, желаем только добра. Поэтому очень хочется обратиться ко всей аудитории нашей Республики. Проголосуйте, пожалуйста, за наш проект. Отдать свой голос за проект наших волонтеров можно на сайте Всероссийского конкурса гражданских инициатив. Там запустили народное онлайн-голосование. Итоги подведут в феврале 2024 года. Мария Латышева, Сергей Медведев, Новости дня. Как украсить дом или офис к новогодним праздникам? Какие подарки можно найти в цветочном магазине? Расскажем в следующем репортаже. Если вы еще не украсили дом к новогодним праздникам, обязательно загляните в салон «Цветочный базар». Здесь просто глаза разбегаются от выбора праздничной атрибутики – елки, игрушки, сувениры. Есть и варианты для поздравлений. Например, вот такие цветочные композиции с добавлением настоящей ароматной ели. В нашем салоне можно приобрести елки, которые можно украсить в разную цветовую гамму. Стеклянные игрушки, также разнообразный декор и цветовая гамма. Можно сделать композиции. Тоже цветовая гамма разнообразной игрушки. И с живой елью можно и с искусственными сделать. Приобрести это можно будет все и подарить нашим близким и родным. И также можем украсить ваш дом или офис. Ну и, конечно, как без привычных свежих цветов, которые актуальны в любое время года. Кроме того, салон «Цветочный базар» дарит каждому покупателю бонусные баллы, которые действуют по системе UDS. 500 рублей можно использовать при расчете или в качестве подарка. Если вы хотите, чтобы дома пахло хвоей и все так же красиво переливалось огоньками, как здесь, обязательно загляните в салон «Цветочный базар». Тут приготовили классные идеи для новогоднего интерьера и подарков. Салон работает круглосуточно. Оставайтесь на ТВКОМе. Сегодня в 20.10 выйдет новый выпуск программы «Учительская». Расскажем о том, как выполняются задачи патриотического воспитания школьников. Не пропустите в 20.10. Ну что ж, таким был этот выпуск. Я еще раз напомню его главные темы. Житель Монголии пытался провести в Россию крупную партию контрафакта. Центр Улан-Удэ засиял по-новому. Здесь завершили установку архитектурной подсветки. Теперь ее будут включать каждый день. На совете женщин обсудили меры поддержки семей и реализацию нацпроекта «Демография». На этом у меня все. Наши новости вы также можете найти в социальных сетях и на сайте ТВКОМа. В студии работала Юлия Пермякова. Всего доброго. До завтра. Каждые пять секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Ваша оптика СССР. Новогодние скидки в серебряной моде до 20% с 27 декабря по 8 января. Серебряная мода. С наступающим Новым Годом. Магазин постоянных распродаж. Удивительный выбор новогодних подарков. Для нее и для него. Для детей и взрослых. Для друзей и коллег. Чего здесь только нет. И все по приятной цене. Смоленов 81. Акция 1 плюс 1 в Абсолюте. Купить две упаковки печенья сластена с джемом по цене одной. Абсолют. Гарант низких цен. В Абсолют Новый Год. Новый Год пришел. Майонез «Провансаль» от Иркутского майонезного завода. Всего за 39,90. Субтитры подогнал «Симон»